С начала этого видео, дорогой друг, не ленись, поставь большой пальчик вверх, подойти вам видео и после этого, конечно же, подпишись на канал. Окей, первое, что нам нужно сделать, это заглянуть и убить Стену Плоти. Я надеюсь, все уже помнят, как Стена Плоти убивается. Если не знаете, загляните в описание под видео, там хороший гайд, как убивать Стену Плоти, тот самый босс, который живет вот в подземке. После этого нам нужно убить одного из трех механических боссов, одного из трех на выборах. Ну, если хотите, можете убить всех трех, но как минимум вам нужно убить одного механического босса. Это Близнецы, который выглядит вот так вот. В любом случае, напоминаю, что всех боссов можно призывать только на ночь глядя, уж не знаю, с чем это связано. Или Скелетон Прайма, который выглядит вот так вот, тоже вызывается ночью, с помощью специальной механической призывалки. По сути, тот же Скелетрон босс, но только жирнее. Третий вариант, разрушитель миров, The Destroyer, жирно-упитанные гусеницы, тоже умирает страшно долго. Помимо всего прочего, после этого нам нужно отправиться в джунгли. Джунгли выглядят обычно вот так вот, смотри, сейчас я тебе включу свет. То есть, в джунглях всегда на заднем фоне можно увидеть вот такие вот огромные деревья. То есть, вот это джунгли, а вот это райский биом. Разница, надеюсь, понятна. Вот это джунгли. В джунглях опускаетесь вниз, прямо в подземку. Если не охота, и начинаете долго и нудно убивать специальных монстров. Называются они вот такие пчелы, зеленые. И с него с вероятностью 0,67% выпадает специальное крыло Tetherite B-Wing. Короче, какое-то специальное мумифицированное пчелиное крыло. Пчелиное крыло, короче, выпадает с них. Этих самых пчел очень много в подземке. Это предельно обычное существо, которое не составит большого труда найти или убить. Ну, не знаю, какое вам оружие по совету для истребления. Я всегда использую суммонеров. Я люблю играть за призывателя. Это мое хобби такое. Так, парни, привет. Вот он, Хорнет, одного убил. Теперь мне нужно убить там штук 200-300 таких летающих пчел. Я найду крыло. После этого, после того, как вы получили это самое крыло, возвращаемся на поверхность и находим на вашей карте летающие острова. Я советую использовать гайд, который я уже делал о том, как быстро находить подобные острова без долгих поисков и даже без летающего маунта. Это можно легко сделать по специальной секретной методике, о которой я рассказывал в прошлом видео. После того, как вы нашли один из летающих островов, отправляетесь на ближайший. Кстати, можно же телепорт всегда поставить сюда. После этого здесь просто расслабляем свои булочки и пасем. Ждем специального моба. А, и еще вам понадобится приготовить для начала одной из двух наковален, хардмодовых, так называемых. Это орехалмовая наковальная или мифриловая наковальня. Это очень важная наковальня. В любом случае вам их нужно будет скрафтить, поэтому сделайте. У меня на канале есть гайд, как эти наковальни делаются. Помимо всего прочего, к нам прилетел летающий китайский дракон. Называется он Виверна. Это тот моб, который нам нужен. С него выпадает очень важный лут под названием души полета. Так, обычно 5 или 7 штук с одного монстра выпадает. Нам нужно накопить 20 душ полета. Просто сидим и фармим здесь. Так, после этого, итак, проверяем. У нас есть пчелиное крыло, у нас есть 20 душ полета. Мы становимся рядом с наковальней. И у нас появляется вот такая вот... Это не то, ребята. Вот он, крафтовый рецепт наших пчелиных крыльев. Ставим пчелиные крылья. Меняем масштаб на минимальный. Я вам сейчас пообъясню, почему. Понеслась. Смотри, как мы быстро летаем. То есть такие high quality крылья. Довольно быстро. То есть сравнимо с теми крыльями, которые выпадают... Которые можно скрафтить из всяких ништяков, которые выпадают во время лунного события из Moon Lord. То есть класса high end, на мой взгляд. Да, классно. В описании под видео вы найдете еще ролики на кучу других разных крыльев. Если вы здесь впервые, так же не забывайте. В описании под видео вы найдете замечательный магазин аккаунтов и ключей GeronShop.ru. Все ссылки в описании жду вас там. Где вас ждет дешевый Minecraft, дешевая террария, рандомные игры, читы и много сотни других дешевых игр. Дешевле, чем в стиме. Все ссылки в описании жду вас там. Какие-то фарбулы, они меня смущают. Откуда они здесь делись. А еще можете подписаться и позвать друзей, конечно.